Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И потом возьмешь зеленый, поскольку он здесь очень активен. Возьмешь зеленый, возьмешь желтый. И прямо в эту среду множество вот этих вот мазочков, вот таких, начнем создавать. Рябь. Буквально рябь. Ну понятно, что здесь пониже. Рябь, 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 рябь. Причем раздаешь сразу все. Не работаешь только на каком-то лоскутке. А везде, 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 везде раздаешь эту рябь, рябь. Но в мокрую среду. То есть сейчас это в сухую, а ты положишь в мокрую. И стыкаешь. Причем, если так мы обычно делаем мазок а-ля перышко, то сейчас ты будешь делать мазок почти вертикальной кистью а-ля кругляшок. Ладно? Потом еще будем сверху накладывать и беленький, и темненький, и прочее, прочее. То есть вниз у меня на жидкую среду зеленую попробовать? Нет, нет, нет. Все сначала вот этим цветом. И еще. Деревья тоже в долгий ящик не откладываем. Когда ты накидаешь, накидаешь, накидаешь немножко зеленцы, возьмешь сиреневизну голубой-розовый, и первые звуки веточек понаставишь. Вот такие, первые звуки. Вот такие. Вот такие. Лежачей кистью. Смотри. Как бы мерцательно и несколько кортяжестно. Хорошо? Накидаешь вот эти стволики. А также здесь. Я очень приблизительно. То есть ты сейчас это все перекроешь. То есть ты сейчас это все перекроешь, перемажешь. Хорошо? Да. Красивый. Шахматный порядок. Самое настоящее решето для вермишелей. Очень нужно избежать этого порядка. Чтобы избежать этого порядка, работаем стайками. С стайками. Смотри. Вот моя кисть движется неким зигзагом и стайкой. Мало того, здесь она знает, что эта плоскость лежачая. Она еще и горизонталь для себя выбрала. То есть горизонтальный характер. Хотя то, что разбрасываешь, хорошо. Стайки. Стайки. Созвездия. Не расставляешь вот так, а потом между ними. Вот идея решета. Вот идея стайки. Зигзаг. Толкучесть их. Толкливость. Вот эту раздаешь. Хорошо? Это неправильность получается, да? Нет. Стайка. Это тоже своя структура. Созвездие. Это тоже своя идея. Почему созвездия они выбраны как? Потому что там сгусток. Вот некоторыми сгустками. Сейчас, давай попробуем еще раз. Причем, в данном случае мы не лежачей даже кистью, а наоборот. То есть такую аритмию создаешь укладки. Аритмию. Пляшущую, зигзагообразную аритмию. Хорошо? Да. Его и держишь. Ну ничего, можно и так. Можно даже вот этот заборчик симпатичный, потому что он там очень симпатичный, увеличить в размерах. Натыкать этот частокол. Ой, какой симпатичный. Ой, какой садовый, лохматый. И несколько веточек, которые от него растут. Там какой-то кустичек. Темнятика какая-то там, рыхлая, рябая. Можно сначала штрихом ее нашвырять. Тоже нашвырять, нашвырять. Потом снова начать бомбить, уже и в этих пространствах, бомбить мазочком. Если что, усиливать темнятинку стволика. Видишь, не коричневый взял совсем. То есть, если у ребенка спросить, какого цвета ствол, он сразу скажет коричневый. Мы пойдем другим путем. Вот это ломанный характер. Дрыгательно, дрыгательно. Прямо по моим следам сначала. Потом и свои докидаешь. Давай. Розовильца, синильца. Будет такой фиолетоватый цвет. Фиолетоватый. И более белый фиолетоватый. Плюс можно чуть-чуть розоватого. Хорошо? То есть, белый на улице, в тенях, сиреневик. И ты видишь, как он сразу отличается. Мало то, что сиреневый это антицвет зеленому. И он сразу очень уместно. Посмотри. Он сразу другой. А этот как будто просто разбеленное место. А этот сразу как будто что-то другое, чем просто зелень. Ну и нашвыряешь этих чего-то других в разных местах, периодически протирая кисть. Потому что она подпачкалась. Особенно, когда будешь касаться зеленого. Чуть-чуть протирательно. Давай. Согласны, что вот эта вот рябушка-мазочка, она сама по себе уже настолько рисовательна, что вот даже на этом этапе уже красиво. Вот пририсуй здесь какую-нибудь куколку, которая в траве копошится. Уже было бы весело. Правда? Нет? С куколками у меня, скажем, не помню. Но она вдали. Она же будет там вдали. Вот эти промежутки между прутиками. Вот так прямо где они подсказываются. Там их и посадить. Тоже очень красивая будет вещь. Есть то, что мы накладываем. Нашвыряй, нашвыряй. Может быть сначала... Нет, продолжаем мелкой. Сиреневилочки нашвырять. Может быть чуть-чуть где-то приштриховать, присмазать. Потому что все-таки есть там такая дымочка у него. И заодно лежачий характер. А потом на это начать нашвыривать мелкие мазочки. Такого цветика. Ну нашего зелененького. Мелкие мазочки. Чуть-чуть нагрязнить, напачкать. А потом продолжить опять нашвыривать. Но все равно, ты видишь, я сохранил прозрачный характер. Так, чтобы этот каркасик никуда пока не девался. Поставить на ребрышко, да. И добомбить чуть-чуть. Внятно и ярко выразить вот ту световую дорожку. Желтоватую по цвету. Вот эту. Выразить ее. Мне кажется, что я вот здесь много грязи уже сделала. Нет, нет, нет. Все очень сгармонизировано хорошо. Вот эту световую дорожку накидать. Которое и с этой стороны дерева, и с этой. Накидать, накидать. И ее более синевато оттенить. Но не забивай полностью рыжий. Вот этот розово-рыжий цвет, который в подкладке, пускай все равно чуть-чуть мигает. Потому что пока он есть, вот вся эта мазочность очень уместна. Если мы его съедим, то придется... То картина сразу станет резко недописанной. А так она все время кажется дописанной. Ну, как бы чудно, эскизно, но дописанной. Хорошо? То есть сохраняем вот этот вот каркас сиреневый. Он очень нужен, очень уместен. Тоже вот эти темности чуть-чуть припорошишь. Чуть-чуть припорошишь. Оставляя розовый этот свечечек. Вот. И потом тоже мазочечками донаполнишь. Желтенько в себе выдавить. И потом мазочечками. Жалко, что ты не стала продолжать вот эту историю. Я чувствую. Вырезательную историю. Вот. Мелкой кистью, может быть, более резко поначертить. Поначертить. Некоторые, некоторые прутики. Синие с коричневым. Ну и розовый тоже. Тоненьких веточек чуть-чуть не хватает. Вот они. Лежачая кисть. Ребром кисти. Легко раздает. Тоже не хватало как бы. Слишком такие тарантулы. Чуть-чуть тоненькие цветики, которые там есть. У нас в картине побить чуть-чуть. То есть, ты видишь, он снаружи как бы упрощен. Он забил его белым укрупненным мазочком. Побить. Разжиженным. Побить чуть-чуть. То ребром, то плошня. Побить. Ладно? Вот так. О, свет. Смотри, в картину заходит свет вместе. С этими беляками. Кто-то беляков еще выдавит. Может, вот этих вот малюточек. Как бы дальних цветоников. Да чего ж красивая, нарядная вещь. Умно. Очень умно раздавала мазочки. Так, бельючка. Вот ты помнишь, сколько я там сражался за ритм мазков, да? Не приходилось с тобой сражаться вообще. Все идеально выстроил. Вот что называется. Делаю то, что вижу. То есть, когда вещи очевидные, не вызывают сопротивления. То есть, живопись легкая вещь, потому что это из области очевидных вещей. Но самое смешное, что очевидные вещи для некоторых недоочевидны. Вот этих вот малюток светленьких. Смотри, я чуть-чуть. Да? Угу. Они так будут выразительно здесь сидеть. Видишь, понимаешь. Вот ствол дерева у вас не смешает? Нет. Отличный ствол. Так они маскируются, эти деревья как-то вот. Мерцают, маскируются. Ну, может, сейчас активное пятно какое-нибудь подложим. Но так, без страдания, что у нас что-то не так. Да? Пару листичек этих цветонников на передний план прямо густякиночкой. Вот так. Если тебе эта техника понравилась, я бы на твоем месте дома закрепил бы ее еще десятками двух таких работ. Потому что, ну, пишется она. Ты видишь, нет проблемы с ее написанием у тебя вообще. Бывает так, что техника нашла художника. Художник нашел технику. Вот это тот случай. У тебя полностью совпадение с такой очень приятной техникой. Это же действительно очень живописная по своей затее. Немножко недодала с ретика здесь. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть дорожечку. Я даже пыталась там стереть, чуть-чуть не... Дорожечку посветлее. Я просто выразно хочу. Подразумевая некоторые цветочки. То есть, все торчит, цветочки не торчат, а лежат. Подразумевая некоторые цветоники. Лежачий характер. Если там был у нас нарочито торчачий везде, ну, до этого, то теперь появился лежачий этот цветочки. Они обычно блюдцами вверх обращены. И мы их показали. Очень съедобная штуковина. Красивая картиночка. Очень. Я делаю то, что можно было бы и не делать. Это я как бы придираюсь. На самом деле, все идеально. Очень красиво. Пламник такой красивый. Взять еще и посадить несколько липец этих самых точечек вот на этой темноте. Знаешь, иногда маленькая веточка, и на ней тоже цветет. И дерево заслоняем. Ну, клесяй-то. Значит, ты поняла юмор, да? Мы сначала кинули каркасный цвет. И потом удерживали его присутствие. И ты видишь, она сгармонизирована полностью. Вот этими миганиями розового. Ну и ритмом мазка. Безупречно провела работу. Безупречная работа.